Максим Грек, как добрый христианин, и Васян Патрикеев, как христианин, они были против этого второго брака. И князь снял благодеющую руку с них. Только что я прочитала, все восхваляли этот перевод, как источник истинного благочестия. Князь почтил, заплатил хорошо, подарок дал. А тут охранители набросились, как звери лютые, и на Васяна, и на Максима Грека. Васяна обвинили в том, что он составил новую кормчию, нарушив святость прежней. И что он называл ее правила кривилами. Ну, правило это правильное, да, кривило кривое. Он говорил, там не правила в кормче были, а кривило. Он нарушил святость и незыблемость прежней. Он обвинял, обвиняли его в ересе. Вы знаете, что, когда вот так бросается словом еретик, я к этому отношусь с великим подозрением и начинаю сама вникать. В чем дело? Послушайте, за что его обвинили еретиком? Он называл Христа человеком, и что плоть его была и после воплощения нетленной. Вы знаете, что это вопрос, который я бы никогда не рискнула. Была тленна или нетлена плоть Иисуса Христа человека? Написано, что он не увидел тления. Ну, потому или что он воскрес быстро, или потому что она в принципе нетлена. Ну, что мы будем рассуждать? А вот его, видите, обвинили, потому что считалось, что это тленная была, но Бог его воскресил. Ну, понимаете, то есть это вопросы, которые... Спорные. Да не спорные, и смыслно поднимать. Мы не можем ни заглянуть, ни подпрыгнуть, ни вернуть, ни проверить ничего, ни доказать никаких взять. Написано, что плоть его не увидит тления, тело его не увидит тления. Это и все. Четвертое его обвинили в Осиана. Это, понимаете, была травля и в Осиана, и Максима Грека. Я просто разделяю сейчас, в чем обвиняли в Осиана и в чем обвиняли Максима. Его обвиняли, что он отрицал в отчинные права монастырей. Он писал, где си, в своих правилах. Иноком жите по Евангелию, сел не держате, не владете ими. И на то и си божественное писание и священные правила оболгал. Он отрицал святость новых чудотворцев. Восиан держался с высокомерным спокойствием, подтверждая свои взгляды. Он иронически говорил, «Иосифово монастыря у меня старцы и в келье не бывали. Я их к себе не пущаю, и дела мне до них нету». Вы знаете ли, был суд над ними, соборный суд 1925 года. Предан Максим Грек. И потом будет осужден несколько позднее Восиан. И осифляне безропотно обвенчали князя. То есть князь согласился не наступать на их земельные права, а они согласились его признать этот брак и обвинчать его с Еленой Глинской. Вы поняли меня, да? Вот. Ну, теперь, значит, в чем обвиняли Максима? В чем обвиняли Восиана, понятно. Что он извратил эту кормчую, что он был против монастырского землевладения. В чем было обвинение Максима Грека? «Он огласил в народе словенно-русские книги неисправными и опорочивал оные». Он исправлял ошибки этих песцов неграмотных. Вот ему обвинили, что он опорочил русские книги и признавал их неисправными. Потом они обвиняли его. Вы послушайте только, в чем они его обвиняли. Что он заколдовал князя, что князь его слушался. Что он мазал свои ладони водкой, эти ладони выставлял на князя, и князь его беспрокословно слушался. То есть волхвование было. Потом, что он был шпионом у турецкого султана. Слушай, все вали уже, знаете. Когда начинает обвинять, то уже забывая, собственно, о чем речь-то шла. Что он шпионил в пользу турецкого султана. Он был колдуном и опорочил русские книги. Приговор был разный. Восиана заточили в тот самый Волоколамский монастырь, против которого он выступал. Летопись пишет. И там его уморили презлые осифляне. Уморили голодом или дымом, или как, мы не знаем. Уморили презлые осифляне. Судьба Максима Грека была другая. Вы знаете ли, тема такая интересная и большая. Я хочу хотя бы вам несколько еще произведений его назвать. Какой круг его был интересов, о чем он писал. Что учитывалось на суде. Он написал, например, для князя Василия Третьего послание об устройстве афонских монастырей, о порядках, но не затрагивая экономику. Он написал послание францисканцев и доминиканцев про их нищелюбие и нестижание. Он написал повесть страшную и достопамятную о совершенном иноческом жительстве. Это о Савонароле. То есть биографии Савонаролы. Он написал это против православного монашества. Потому что у Савонарола нет стяжания, златая серебра, празднословия, лихаимство, лукавство. То есть он Савонаролу как пример ставит перед монашеством. Есть у Максима известная его беседа «Ума с душою». Максим напоминает душе, что она является образом Божьим. Поэтому она должна оставить все, что не последует за ней после смерти. Какая интересная логика, правда? Душа – образ Божий, поэтому оставь ты все, что не последует за ней после смерти. И особенно стяжание. На материалах русской действительности он это все высказывает. Он написал слово «покаяние к обуреваемой пороками душе». Какой выход? Отвергни себя. То есть полное, постоянное нестяжание. Он написал произведение «Состязание любостяжателя с нестяжателем». Что должно служить источником существования монастырей? Вы понимаете, он интересен так. Он берет Ветский завет. Он говорит, как богат был Авраам, Исаак, Иаков, Левиты. А дальше он говорит. Но против этого говорит Евангелие. То есть Евангелие предлагает вот этот «отвергни себя и оставь все». И с богатым юношей, помните, раздай свое имение, следуй за мной. Этого совершенно мотива, которых не было в Ветхом Завете. Вот. Ну, он писал много еще таких штрихов. Ну, например, он описывает шумный проезд духовного сановника через город. Он приезжает в город благословлять воинские части на мужеубийственные брани. Ну, ирония. Он благословляет на убийства эти воинские части. Он описывает также взаимные отношения монахов, проникнутые духом лицемерия и интриги. Вот вы чувствуете, как он должен был раздражать охранителей православия. Поэтому вот этот суд с совершенно фантастическими обвинениями, послушайте, какой приговор. Его не решились уморить, как уморили Вассианы, в конце которого Вассиан свой. русский, его можно вот так заточить в монастырь и уморить. Его не могли это сделать, с ним вот так поступить, но его заключили тоже в монастырь с приговором. Послушайте, какое ему было запрещение думать. не мудрствовать, не думать. Вы понимаете ли, он же 25 лет пробудет в разных заключениях, в разных монастырях. Его освободит Иван Грозный с поклонами, с уважением, с почтением старца уже. И тот будет писать новый перевод в псалтири, более приближенный к языку русскому, который он теперь уже знает хорошо. Раньше он мог не очень точно какие-то значения языка учитывать. И мы припомнили тоже на суде, что он там что-то перевел не так. Поэтому он сохранил ясный разум, веру сохранил, собранность внутреннюю сохранил. Он не совершил ничего постыдного, он не отрекался от своих взглядов. Он не клеветал ни на кого вокруг себя, не оговаривал там Васиана, не судил Василия, кроме только того, что он выступил против брака его. Вы понимаете ли, то есть он сохранил свою душу. Я многократно, когда думаю, что христианин в трудных испытаниях, он должен заботиться очень об этом, сохранить душу свою в целости, в сохранности. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это Ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Когда будем говорить про раскол, когда будем говорить про массовые самосожжения, мы вернемся к этой теме. почему люди готовы идти на страдания как ради как-то мелочи такой, малости. Мы об этом будем говорить подробнее. Так что вот его в этот же самый Волоколамский монастырь в Оковах, потом Тверской монастырь, потом в Троицкую обитель. И лишь в 1551 году после смерти Василия Третьего уже Иван Четвертый будет навещать его в Троицкой лавре Константинопольский патриарх полностью оправдает Максима Грека. Он назовет осуждение Максима дьявольским действом и кознями злых человеков. И в 1552 году он будет делать новый перевод в Псалтире без толкований, но с приближением языка к современному. Максим привил русским правителям и окружавшим его новые взгляды. Послушайте, какие новые взгляды. Нужны люди, знающие языки, люди-ученые, люди-исследователи. Потому что для того, чтобы исправлять Писание, нужен анализ слова, нужно точное определение его значения, нужна замечательная ученость. Ведь он очень на себе испытал, что такое невежество. Все его преследования, все преследования против него, они были основаны на страшном невежестве русских иерархов. Вы поняли эту мысль? Он явил собой образ блестящего энциклопедиста, знатока языков, переводчика, знающего искусство, знающего историю. И он, значит, вот эта идея, она была заложена тут вот, где-то в 1552 год. Почему я вам это подчеркиваю? Потому что эта мысль, она прорастет. и не сразу, не скоро, но будет основана у нас греко-латинская академия в России. Это семена Максима Грека прорастут, что нужны образованные люди. Вы понимаете ли, что так интересно я смотрю на нашу жизнь? Я куда не поеду, куда не пойду, я везде нахожу не только церкви, на учебные заведения, пастырские школы в церквах, колледжи, курсы, институты, академии. Вы понимаете ли, учатся. При том, что у нас нету сейчас такого великого организатора, каким был, скажем, Проханов. У него была идея образования, образования, образования дать, вооружить пастыров. И он великий организатор. Все, что он мог совершить, это годичные курсы библейские в конце 20-х годов в Москве, в Петербурге. Понимаете ли, у нас нету сейчас такого организатора, а сколько у нас учебных заведений. И настолько это Бог заботится, чтобы было знание, при том, чтобы было полное невежество и запрет всего. У Максима были очень интересные взгляды. Он верил в высокую историческую миссию православной державы. И больше того, он надеялся на возрождение Греции. Греции под ее эгидой. Это очень интересная его надежда была. Он понимал, что Греция не будет играть большой роли сама по себе. Ценейшая, культурнейшая, образованнейшая страна. Но только под эгидой России. И есть высокая историческая миссия православной державы. То есть он не читал, что он зря страдает, зря тут трудился, зря переводил, его не поняли. Понимаете, как он сквозь это все, сверх всего этого, он так понимал свою миссию. Ну вот, ну, это тема называлась у нас предвозрождение на Руси в 16 веке. Я должна сказать вам, нигде и никогда в истории России православная церковь так не была близка к своей реформации. тут были блестящие мыслители, блестящий богослов, была симпатия великих князей, ведь даже Иван III разделял взгляды вот этого московско-новгородского движения, и Диак Курицын принадлежал к этому движению, и был при дворе царя, и царь всеми силами его спасал, казнили его брата, вот, а Курицына он спасал. То есть я хочу сказать вам, что это была самая близкая такая возможность, но вот это не состоялось, где-то царь был колеблющимся, это можно было много изменений с помощью нестяжателей, изменения требования к церкви. Эти требования к церкви выскажет новый царь Иван Грозный. Грозный Субтитры подогнал «Симон»